Давайте попробуем сопоставить. Вот мы точно не видим, что это российский там град, например, да? Но мы только что видели кучу российских танков, градов, техники и всего прочего. Можем предположить, что он, наверное, российский, а не украинский, который в Донецке в 14-м году стреляет в украинские позиции, да? Ну, типа логично? Ну, такова тактика была с двух сторон. Даже первоначально, когда ВСУ находились вот на наших территориях, допустим, на территории Донецкой области еще дней, не отходили. Они точно такое же делали? Они стреляли в сторону... Они, может быть, и делали точно такое же, но я вам сейчас показываю это. Я не знаю. Может быть, я же не отрицаю. Это война. Еще раз говорю, просто берите причину этой войны. Вот зашла туда Россия, это причина. От этого погибли потом дети, люди. От этого потом пошли полномасштабные вторжения. Не потому, что у нас Майдан был, а потому, что Россия в Украину зашла. Вот почему. А как остановить это? Остановить? А я уже об этом говорил в процессе нашего общения. Просто каждый должен сказать, нет, а нахер не надо. Все. Ну, там же ЧСССР с украинской стороны, конечно, должны... Нет, Украина будет забирать свои территории. Почему это? А почему мы должны взять кому-то подарить? Я не пойму. В чем дело? Понятно уже все. Базы и промедили Украинские. Я могу понять, не что Херсон, а походить на вторую. А Донецк чем отличается? А Донецк в Луганском. А как же полтора миллиона украинцев, которые оттуда выехали, что на них плевать? Нет. В 2014 году, когда все вот это начиналось, почему ВСУ на тот момент не пошло на Крым, а пошло на Донецк и на Луганск? Я отвечал, я изучал стенограммы переговоров по крымскому вопросу. Они публичные. Они до сих пор... Они публичные. Они, конечно, нарезаны, как говорят, но они публичные. Стенограмма обсуждения Турчинова, который был в ООО президента, и всех вот этих вот, которые вокруг... Кимошенко там было. Ну, я вам хочу сказать, что это похоже... Это хуже, чем наша сегодняшняя с вами беседа. Это такое, что попало. То есть, я вам прямо говорю, проблема того, что мы не защищали Крым, заключалась в том, что вот пришли люди, которые просто не знали, что банально с этим всем делать в тот момент. Россия этим воспользовалась, зашла в Крым. Но к моменту Донецка, Луганска уже чуть-чуть ситуация изменилась. Хотя я думаю, что... Ну, ладно, не буду заходить на внутреннюю политическую историю. Ну, вот, собственно говоря, и начали защищать свои земли. Будем защищать. А если бы Россия не вторгла сейчас полномасштабно, то, де-факто, вы же понимаете, что ваши области, они уже как бы были под контролем России, как и Крым. Все, что нужно было, это России, типа, объявить своими, остановиться. Потом мы лет 80 на международном уровне бы обговаривали, насколько это было, насколько это все неправильно. И санкции, и ну-ну-ну, и глубокая беспокойность, и все такое прочее. Это было бы безусловно. Но Россия зачем-то сошла с ума в лице Путина и решила сделать полномасштабное вторжение. За момент полномасштабного вторжения за 9 месяцев мы не только поняли, что мы можем им противостоять, но мы и поняли, что мы можем и наступать. И сейчас вопрос возвращения всех наших территорий стоит уже, ну, абсолютно... В том числе с Крым. Он уже не является фантастическим. То есть, если до полномасштабного вторжения вопрос освобождения Крыма, если бы кто-то его поднял, все бы сказали, да нет, ну что там, такая российская армия, такая сильная, не никогда в жизни. То сейчас это уже никого не удивляет, это уже абсолютно реальность. Что мы пойдем и заберем, и освободим свои территории. Потому что они наши. Ну, например, логически, сколько областей хотела Россия взять в 2014 году? Вот проект, с которого я там прикалываюсь всегда, Новососии. Сколько областей? Ну что, в сеток. Восемь. Восемь областей они хотели взять. Вот это была цель после Крыма сразу. Но как бы украинцы зашевелились. Проект Новороссии. Да, проект Новороссии, Новососия это называют. Украинцы зашевелились и пошли, много добровольцев пошло, они поняли, что это не закончится на Крыме. Да, что это дальше полезут. И вот это все как бы остановилось на Донбассе. А я уже объяснял, почему после вот этих Минских соглашений, вот этого всего, ну свою версию как бы объяснял. Почему оно типа относительно затихло к 21 году, если вы знаете, там вообще 7 жертв насчитали, что-то я сейчас покажу это все. Всего лишь. Потому что у России было желание политическим путем разрушить Украину. Ну вот через внедрение Ордло в особый статус и дальше я уже оботновывал все. Просто они ждать не хотели уже, видели. Не, они поняли, что Украина на это не идет. Да. Но они рассчитывали правительство Зеленского склонить к этой капитуляции, как они когда-то склонили правительство Порошенко к Минским соглашениям, которые по моему личному мнению считаются. Да, вот каналы Медведчука закрыли, да, решением РНБО, это Зеленский и так далее, и просто россияне поняли, что ничего не выйдет. То есть украинская власть начинает прессовать пророссийскую политику. То есть договорники закончились, да? И начинается, когда вопрос уже ставится руба. Ну вопрос правильно опять ставится. Значит, свобода слова как какова это? Да нет. А какой свобода слова? Ну если закрывается телеканал, значит, наверное, это как-то влияет на ущербление. Свобода слова. Человек, который прожил в российской пропаганде 8 лет, да, пытается говорить про свободу слова. Это, в принципе, неправильно. Но я вам могу объяснить. В принципе, когда идут, у любой страны, во-первых, есть свои законы, у нас так же. Не, ну я тогда, вот, перебью, извините. Каналы вещали на территории Украины. Они же не вещали с территорией, но они были зарегистрированы, имели лицензии, все как положено. Они имели свои офисы, это не говорит о том, что это преследование своего слова. Они же не вещали за границей, правильно? Да, давайте так, давайте так. Вопрос, я просто простой вопрос задам. Вы можете взять, вот вы гражданин Украины, вы не в плену, я гражданин Украины, похожий, я не в плену. Вы можете, нет, гипотетически. Вы можете взять, достать нож и убить меня? Ну, могу. Это будет преследоваться по закону? Конечно. То, что вещалось на телеканалах Медведчука, у нас тоже преследуется по закону. Есть соответствующая комиссия, которая это рассмотрела и закрыла эти каналы. Надо было это сделать, конечно, в самом начале. Я немного, немного скажу, вот как это все взаимосвязано, например, как бы медиа, политика, да? Да, когда вот закрыли каналы Медведчука, да, вот была поддержка ОПЗЖ, они же были вторыми, которые зашли в парламент, и вот делали корреляцию. После того, как закрыли каналы ОПЗЖ, эти, ну, Медведчуковские, да, можно говорить, то поддержка ОПЗЖ сразу резко упала. Вот это реально, и как бы там через 2-3 месяца провели, и поддержка среди населения резко упала. Ну, это понятно. Да, ну, вот это медиа, политика, медиа, политика, и поэтому вот это мы все делаем. Это все взаимоповязано. Медведчука каналы почему закрыли? Пророссийская повестка здесь была. То есть тоже вот так вещали, ни о чем, без фактов, без ничего, спикеры, которые приходили и так далее. То есть есть безопасность как бы государственная, правильно? Нормально? Ты шире рассказываешь о том, о чем я сказал, да. Да, да, безопасность государственная, да, и медиа это тоже включает как бы в себя. Потому что они вещали про российскую повестку. Полностью толкали. При этом, поймите, зафиксировано полноценное российское вторжение в Украину. Что мы с вами? Смотрим, смотрим, смотрим. Оно есть, это факт. И при этом в Украине есть политические деятели и каналы, которые прямо пытаются в режиме онлайн 24 на 7 это оправдывать и рассказывать о том, что да, нам нужно с Россией дружить и дальше нам нужно идти с ними на соглашение. И вообще нужно принять все то, что нам предлагает сделать Россия. Естественно, что это выходит за рамки государственной безопасности. И это не только в Украине. И у нас вообще допустили открытие этих каналов и функционирование этих каналов на протяжении примерно трех лет. Я считаю, что это вообще лютейший зашквар, что это происходило. Знаете, чьи каналы были? Медведчука, да? Медведчук кто? Кум Путина. Откуда деньги шли, вы знаете? Много расследований в Украине было сделано. Мне уже не знаю, Иска там где-то. Где? Где? На Северной. В России. На жене его. Да, на жене его. Официально на его жене. На автобазы и так далее. Заводы. То есть все деньги русские. Российские. То есть в Украине финансировались каналы за российские деньги. Но у него и в Украине было большое количество. А при этом зафиксировано вторжение России в Украину. Понимаете? Украинские бизнесмены, у которых бизнес в России, я даже не знаю. Украина напала на Россию? А зачем вы вообще об этом говорите? Ну есть. Есть. А вопрос не в том, откуда он черпал деятельность. Он политику делал. Вопрос в том, что Россия вторглась в Украину и есть каналы, которые поддерживают российскую информационную повестку. Это противоречит структуре нашей безопасности. Эти каналы закрыты. Что непонятного? Вот сейчас много журналистов с этих каналов Медведчуковских. Да, они резко перекрасились. Да, они резко переобулись. Если все так было хорошо и они вещали правду, то зачем переобуваться? Что произошло? Да, что произошло? Так что давай досматриваем. Журналисты вторая профессия. Журналисты вторая профессия просто. Кстати, своим департаментом лозунг известный российской армии, забыл. Знаете, в каком случае он сработал? Ровно один мне такой известен. Ашин, стоп-черк. Нет. Не в вашем, это я понимаю. В каком случае сработал за время полномасштабного снижения России в Украину этот случай? О, мистер. Красавчики. При том, что отдали вместо него... 200. Нет, 150. Потому что 50 россиян вместе с Медведчуком тоже отдавали. Ну, давайте будем ближе к реальности. Я сам точные цифры не помню, но примерно так. И что интересно, что отдали же вместо него командиров Азова, командиров Моропеха. Это те иностранцев, это те, про которых рассказывали, что их там будут казнить. А Чепушилин там эти самые, наварил какие-то на сцене, граты какие-то там, что-то там, спектакли они устраивали, какой-то трибунал они готовили. Говорили, что этих не отдадим никогда и ни за что. Это олицетворение вообще украинского нацизма. И я после этого, кстати говоря, я за вас, за всех борюсь, между прочим, как бы вам этого хотелось или нет. Ну, я тогда вышел и сказал, послушайте, ну, если вот это вот олицетворение с точки зрения России уже нам все равно вернули, то почему бы тогда не провести обмен всех на всех, да? В чем тогда проблема? Если этих самых страшных уже отдали, почему не отдать остальных, а мы отдадим вам ваших? И я постоянно задаю такие вопросы. Надо еще у путинских кумов наловить, и будем украинских воинов... У путинских кумов, в отличие от вас, будет все хорошо. Не, ну наловить их, блин, и поменять потом на героев. Медведчука знаете, где видели в последнее время? В Ялте, там всех прослывал, в Ресте, да? Кто видел, кто сказал? Да, все хорошо у него. В Януковича тоже там все хорошо. Еще один такой вопрос я вот недавно задал россиянам, ну, просто у себя в шорте, в ютубе. Говорю, слушайте, но если вы по конституции, там, по каким-то своим зафонам, приняли к себе, якобы признали своей Херсонскую, Луганскую, Донецкую, Запорожскую область, а действия боевые ведутся именно в этих областях сейчас, да? Вы их признали своими, действия боевые ведутся в этих областях. Почему у вас везде по телевизору говорят, погиб на Украине? Что такое? Где сбой механизма пропаганды? Вы же признали своими территории. Ну, не состыковочка. Ну, вы же признали своими эти территории. Так говорите, что они уже погибли на территории России. Ну, а почему я их призываю к такой честности невиданной, да? Да просто потому, что когда они будут с позором терять эти территории, когда мы их будем забирать, пропагандонщикам будет очень тяжело говорить об этом, потому что они уже получают свои территории потерять. А так у них, понимаете, как бы на двух стулах одной попой постоянно желание усидеться. Тут вот Херсон наш, тут вот уже не очень он и наш, и не очень и хотелось, уже с доброй волей, и все такое прочее. И знаете, в чем самая большая дичь вот этого всего, что пропагандисты говорят? Россияне будут верить в это все. Вот верили в телегу. Вот они в любое говно будут верить, что им будет исчезть телевизор. Я могу даже предсказать, попробовать предсказать финальную версию россиян. После того, как мы заберем все свои территории, и дальше мы, естественно, никуда не пойдем, потому что нам 300 лет не нужно. Просто забираем свои территории, версия россиян. Вот видите, мы защитили свои территории. Да. А иначе нас бы никто не уважал, и нас бы захватили. На нас бы напали. На нас бы напали, и нас бы захватили. А вот таким образом мы вот отстояли свой авторитет на международном уровне. Но это при том, что... И никто уже не будет говорить о народе Донбасса, который бомбили и так далее, защищали. Народ же Херсона уже не такой важный стал в один момент, правильно? Народ Донбасса тоже может быть не таким уж важным в один момент. Это вполне себе вкладывается, вписывается во всю российскую пропаганду. И они поверят. Они скажут, молодец, Путин, правильно. Правильно ты все сделал. Иначе нас бы захватили чертовы проклятые натовцы и вот эти все... Смешно, да? Ну будет так? Это будет, да. Машину сделаешь лучше Илона Маска? А, ну давай, пять минут осталось. Посматриваем. Красиво. Ребенок, который говорит красиво, ей сейчас уже, ну, она уже, наверное, совершеннолетняя. Мне интересно, жив ли этот человек? Террористы, ополченцы стреляют из установок Грант сразу в две стороны. По укропам и жителям. Опять-таки, семь лет назад опубликовано видео, я не знаю. Просто смотрите. Вот просто, как есть. С праздником, укроп! Доказательство обстрела градами из российской территории, украинской, из России, украинской территории, 16 июля, город Гуково. Ростовская область. Тут человек заморочился, это не мое видео, заморочился. А таких карт много было? Да. Вот когда мы говорим, вот Добропилля, Зеленопилля, помните, это какая-то область? Вот место съемки, вот он показывает геолокацию, откуда это происходило, вот он выравнивает карту, сейчас покажет, как это место выглядит, вот реально. То есть, ну заморочился человек, реально. Хоть оно и аматорский, но это лучше, чем, я воспринимаю такую работу лучше, чем любую профессиональную. Потому что здесь действительно прокликал, все показал, ландшафт, все показал. Если хотите, я в следующий раз привезу, вот например, когда лупили градами, вот так, если мы представим, что это граница, то около границы все было в этих. 14-й год, город находится уже под оккупацией, нет, еще тогда он не находился под оккупацией в этот момент, и вот идет обстрел. А это за то время паблики он показывает, и это наши СМИ пишут, что в районе Червонопартизанска и проваля боевики обстреляли силу Тойсграда. Но смысл-то самый главный в том, что это произошло из территории России. А где это все? Краснопартизанск? Ну, Червонопартизанск. Да, да. Свет был, реально. Причем, это Червонопартизан. Да, Червонопартизан. Около 16-й, ну, то есть, все, вот это вот в пабликах зафиксировано. И погибло, между прочим, среди мирных жителей около 15 человек, вот их оборуженные тела. Да кто обстрелял Червонопартизанский и убил этих жителей Луганской области перед референдумом? Перед референдумом это было. Может быть, для того, чтобы сказать, что это укронацисты сделали, и люди охотнее пошли голосовать? Может такое быть? Может быть. Все. Скажешь, Леха, в чуте, еб***ь. Вот в Норильске, вот, завидели, где я живу? Конечно, и не увидишь. Посмотрите, сколько людей. Просто идет огромная толпа. Мост ловит. Это просто вопрос у меня такой. Этот город правда домбят? Червонопартизан? Нет, Червонопартизан. Это правда город, который обстреливали 8 лет и как бы продолжают обстреливать? Точно? Так бывает? Барится. Окрайний, конечно. Окрайний. Окрайний? Выйдите в Мариуполь сейчас. Покажите мне окраину или центр. Окрайний то же самое, между прочим. И просто... У нас праздник Донецкий. День города и День шахтера. Сейчас я нахожусь на проспекте Ильича. Вот там брусчатка. Вот в Харькове вы за полгода вот такого вот, вот такого вот, вы там не увидите. Потому что там места жилого от прилетов нет. Донецк бы стал таким, как Мариуполь, если взялась бы полномасштабная война, то есть по выкуливанию, допустим, сепаратистам в Донецк. Это я понял. Ну, 8 лет же ж домбили бомбас. Вот, посмотрите, эти улицы. Это, кстати, асфальт еще от Украины остался, насколько я понимаю. Ну, да, у вас это не только Донецк. Бомбас или домбасы? Домбили бомбас. Это так же, как в Доборосе-Новососе. Ну, по нашим этим трек записали, неплохой. Я сейчас слышу. Если интернет. Как это не привыкли, она говорит. Вот пришла, вот началась война, вот. Вот это теперь Донецк уже, который уже домбят, да. Вот уже прилетает, извините, но уже пошло. Довели, да. Вот Донецк, который 8 лет жил в условиях прифронтового города. А это то, что российские пропагандисты умудряются пи***ть у себя в эфире. Пи***ть, я уже говорю просто потому, что у меня других слов ступо нет. Просто послушайте, что они несут. Но, тем не менее, в сравнении с тем, что сейчас, я так понимаю, что люди вспоминают об этих 8 годах, как о почти мирных или нет? Ну да, через... Мобилизовали это всех мужиков, да. Кого смогли, кто не смог отмазаться, откупиться, сбежать. Мобилизовали всех настолько, что пока не спохватились. Там первый месяц женщины водили грузовики, развозили продукты. Живую в Донецке возле огромного больничного комплекса. Вижу очень много раненых, ребят бесконечности, колясках инвалидных. Это официальная статистика, то есть, это за первых 4 месяца по погибшим. То есть, вот, вот 2022 год, ну на январь это понятно один человек. 2021 год, это 25 человек якобы погибло со стороны прифронтовых территорий из официальных источников ваших и наших. Понимаете? 2021 год. Ничто не предвещало беды. Конфликт затихал. Все. Допустим, допустим, приведем такую гипотетическую ситуацию. Россия признает эти территории своими, что она, в принципе, и сделала. И у меня в тот день был стрим, и меня спрашивали, будет ли полномасштабное вторжение. И я отвечаю, что я не вижу логики. Я не вижу логики. Но если Россия всей своей армадой сейчас зайдет на вот эти вот территории, мы не попрем против них. Это очевидно. Но зачем-то Россия решила вторжнуться по шести направлениям. И как бы, как бы понимаете, да? Планировалось наступление на Донецк? Планировалось. Кем? Украиной? Кто говорил? У вас карты тоже есть, да? Покажете? Таких карты ухажений нет. А, Лукашенко? Да, опять из-за времени. А, я, я, я. А что в голове у людей? Боже, боже. Короче, пройдемся подрезюмированным. Эти два идиота признают, во-первых, что Донбасс 8 лет имел относительно мирную жизнь. То есть эти два кретина прямо признают, что это они своим пропагандонством принесли то, что там сейчас происходит. При Украине это был мирный, процветающий город. Факт? Да. В 14-м году на Донбасс пришел русский мир. Факт? В 2022 году за мир погнал жителей Донбасса на смерть. Русский мир. Факт? Так. Украина воюет за свои территории. Факт? Да. Зараженные в биолабораториях птицы и комары миф. Ну, это не утверждаю, давайте аргументируйте, очень интересно. Почему они до сих пор никуда не полетели? Умерли. А? Умерли. Умерли. Заразились. Умерли. Умерли. Правильно. Блин. Биолаборатории дали сбой. Стоп. А ты спрашивай в этих биолабораториях, ты реально они верят в это? Ну, некоторые, да. Умерли. Ну, честно говоря, это настолько по-дебильному даже звучит. Я им Михалкова иногда ставлю, он там говорит про эти биолаборатории, что славянский этнос хотели уничтожить. Это бесогоны это для его? Да. Они сами с этого ржут, если честно, потому что абсолютно непонятно, как мы собирались уничтожить именно славянский этнос в России, коей там, я не знаю, какую часть долю населения составляет, но в Украине наэкэффициент населения славян точно больше и, соответственно, вообще непонятно, как мы должны были впаять этим комарам GPS, чтобы они прилетели именно в Россию, уничтожили там именно славянский этнос и чтобы это не пошло к нам дальше или в Польшу. Ну, непонятно. Но это миф. Иностранные наемники в ВСУ, что вас так сильно взбодрило, и я продолжаю говорить, это миф. Есть официально нанятые добровольцы, этого никто не скрывает, это официально, это прямо. Это иностранные легионы, это так называется, да? То есть вы можете, конечно, считать их. Наемниками, но это будет разговорное, потому что есть Женевские конвенции, есть формальные вещи, и формально вот наемниками является ЧВК Вагнер, которые находятся рядом с россиянами, про которых по телевизору говорят, и они их не видят. Но наемников ВСУ, которых формально там нет, они видят. Ну, вот, я не знаю. Дальше. Но тем не менее, с тем, что сейчас, кого смогли, кто не смог от нас откупиться. Так, ну, про добровольцев сказал, наемники Вагнера сказал. Союзники помогают Украине против агрессора. Факт. США предоставляют ленд-лиз Украине, как предоставляли его СССР во времена Второй мировой войны. Факт? Ну, факт. Без бабок, друг мой, без бабок. Без бабок. Понял? Без бабок. Запиши, без бабок. Ну, а ну, что? Что? Союз платил. Союз платил, я же объяснял. Был договор об обратном ленд-лизе. Пока что такого договора нет. Ну, то есть, давайте полфактами жить. Сейчас нет. Смотрите, мне кажется, вчера... Завтра будет, нет. Ну, зерна насыпем, там, у нас его хватает, там, подсолнухов можем вызвать, не вопрос. Вчера, я не помню, где я это читал. Вчера, мне кажется, утвердили в Штатах, как бы, помощь Украине, это самая большая со времен Второй мировой войны. Так и война самая большая со времен. Да, это со времен Второй мировой войны, самая большая помощь Америке, другой стране, это Украине. Действия расистов схожи с действиями нацистов, ну, с этого мы начинали, этот ролик мы до конца не досмотрели, там очень мега дохрена аргументов, ну, это, я на этом делал. Заспешать мобилизовали всех. Особо не настаиваю. Пока не спохватились, там переводися с... Сами рассказывают о том, что слезли всех и отправляли на мясо. Живую в Донецкий вуз. Реально, не стесняются. В больничном комплексе вижу очень много раненых ребят в бесконечности, колясках инвалидных. Вижу, как их матери приезжают из каких-то там донецких городков. Еще раз, за 4 месяца количество погибших гражданских превысило значительно количество за вот этих вот 8 лет, когда якобы кто-то там кого-то домбил. Это не с одной стороны, это 8 лет, это с двух прифронтовых сторон. Вот это вот Харьков после 8 дней освобождения. Внизу можете подойти посмотреть. У меня есть целый ролик, мы там ездили, сами снимали с дрона. Мы там были, нас туда еле пустили, потому что проблема была. У меня на 40 минут летали, снимали. Я Любомиру отправлю с удовольствием, посмотрите, мы тут полутора часовой ролик. Это с удовольствием. Это с удовольствием. Ну вот Мариуполь, например, в 14-21 году. Я там был в 21 году прямо перед полномасштабным вторжением. Прекрасный город, у меня даже видео есть. Классный город. Все на русском говорили, на украинском говорили. Люди кайфово жили вообще. Нормальный, классный город. Мне очень понравился Мариуполь. Ну, а это то, что от него осталось в 2022 году. Освобождение, да? Разговор про освобождение. Конечно, до этого 8 лет были мирные. Ну и краткое резюме о том, что ничто не оправдывает действия россиян. А их реально ничто не оправдывает. Где? Как я играю? Все его сидели? Вы видели город? Где? А замечательно был под полный спецобзор Мариуполь. А хрен с ним, ладно. Раз уже пошла такая песня, ну вы, что вы думаете, я сейчас придумал, да? Нет. Вот это может окраина? Это окраина. Ну, конечно, может быть окраина. Ну, конечно, может быть не возле Сизу, блин. Северная Салтовка, знаете такой район? Ну, вот его полностью уничтожили. Это район, в котором... Ну, много, очень много. Это огромный спальник, мне кажется, там проживает. Нет дома, в который не прилетело. Ну, толку. Ну, просто проблема с интернетом, пока я сейчас его найду, пока я загружу. Нет, я не знаю. Вы же все равно посмотрите и скажете, так это украинцы сами себя обстреляли. Это фейк. Украинцы, каратели, нацисты, бандеровцы, фашисты, эти самые. В общем, все ваши вот эти любимые слова. Что там за тре? Тре? А, Домбили, Бомбас? Это могу поставить. Кто бомбил Донбасс? Откуда я знаю, кто бомбил? Бомбил. Качаем? Нет. Но на нормальном саунде бы качало. Ну, на другом басе. Бомба. Поставили бы тебя в других условиях, ты б сказал бы, вот укры. Вот же ж они, твари, домбили наш Бомбас и еще издеваются. Это просто прикол. Так само, как, наверное, с Байрактар Ньюс, я его просто не смотрю. Чувак просто, ну, у нас постоянно оговаривается этот, мы спрашиваем, кто бомбил Донбасс. Откуда я знаю, кто бомбил Бомбас? Ну, это просто прикол. Никто к вам никакого отрицательного отношения не имеет. То есть вообще. Что? Ну, что смешного? Ну, что смешного, блин? Ну, что смешно? Да ну, говори, ну, что ты, если? Владимир, Владимир, ну, что, может, на следующий раз я подготовлю внешней торговлю что-то, будем дискутировать? Нет, ну, я думаю, что... Проблема в том, что можно просто сказать, что людей сожгли невинных. Да. Просто, просто, просто на Майдане мы тут просто. И все будет просто. Просто, просто в Крыме провели референдум. Ну, все это непросто, понимаешь? То же самое экономический вопрос. Я, Владимир, знаешь, что? Вы показывают Украину, стандайный класс, трактора класс, то есть все это, все партия. Ну, что это Монсанто, миграинский народ. Светлого партия. Кто? Корпорация Монсанто. Долбанный Сорос. Я, правда, не знаю, кто там за Монсанто, Сорос или не Сорос. Ну, все Сорос. Это на Медвичковской каналах все толкали, что это Сорос. В любом случае, все Сорос. Ладно, они тоже там, где там, где-то трактора, конченные там... Я тебе, знаешь, что хочу сказать? Вот так, по-простому. Вот все, что у нас в стране, внутри нашей страны происходит, я со многим не согласен. Я многому не рад, я многому не доволен. Но последнее, что бы я сделал в своей жизни, чего бы я не сделал даже под автоматом. Это взять расистскую тряпку вонючую, повесить ее на дудак и потоптаться по флагу своей страны. Понимаешь? Эти вопросы, которые ты говоришь, мы должны решать. Вместе, между собой, разбираться. Не нравится, что ты? Выходи, говори. Ты имеешь право, ты украинец. Как эта женщина, которая не отправила на мясо своего мужа в ролики, а вышла. Понимаешь? Вот, это украинец. Это расисты, они забитые там у себя, рабами живут в своей стране. А мы другие люди, мы за это воюем. И еще почему, например, случился Майдан, да? Вот вы это называете там конституционным переворотом и так далее. Все шло к тому, что Янукович то же самое бы сделал, что происходит в России. Митингов нет, демонстраций нет, небольшая группка людей, все монетизирует. Свободы слова нет. Все счастливы, все довольны. И все счастливы, и все счастливы, и довольны. Янукович, 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 он реально убежал, да? Сипался. Сипался, да? Конечно, представить можно все, что угодно. Так вы же живете гипотезами. Вы фактически живете гипотезами тех, которые вам предоставили. Да, вы точно знаете, что злые укры вас бомбили просто потому, что им так хотелось. Многие так думают. Многих это в голове реально. Что вас бомбили просто потому, что вас хотели уничтожить, потому что вас ненавидели. Это фейк. Ну нас такие могут заходить. Это же что-то того, что вы говорили каждый час, хотя бы вот так. Нет, ну не в этом суть, например. Это любой мир, он здесь живет недалеко. Я ему буду отправлять по возможности нарезочки, то, что надо. Вам интересно об этом говорить всем, да? Чтобы кто-то приезжал и чтобы он говорил об этом? Владимир, ну мы можем поговорить об этом? А мне с ним был лист? У меня как-то новое очень не рады. Конечно. Что? Можешь типа разговаривать, чтобы больше ими не валили. Тогда совсем такая у нас волнеет. Сколько народу порядка зашло? Мы же объясняем, что у нас к вам никакой антипатии нет. Вот у меня как у жителя Киева нет никакой антипатии к жителям Луганска. Вообще. Ну вы смеетесь что-то. Что-то смешного, блин. Вам сказали, что это по-другому? Нет. Это не по-другому. Не, ну просто вот вы говорите, я там западная Украина, да? Вот западная Украина, там москали и так далее. Я же никогда там, ну, как бы русским языком не разговаривал. Я его не учил в школе, да? Потому что когда я родился в Советском Союзе, распасывал Советский Союз, и я был первым классом, который уже русский язык не говорили, да? Но я же нормально общаюсь, да? У меня нету там чего-то как-то такого. Есть здесь, например, россияне, которые не понимают по-украински, да, хорошо? Например, я поэтому перехожу на русский язык. Вы же все понимаете украинский язык, да? Вы говорите, что там на западе Украины это москали, да? Я всегда говорю, вот когда там говорят, да, вот там, например, западная Украина, что это москали, я всегда говорю, это украинцы, просто у них другая история. Они пять веков были под Россией. Их той просто загнобили. У нас здесь была свобода слова, Австрогорская. Я не знаю, что было в 1939 году, а начинание это шло к Союзу? О, Боже. Может быть, так. Что ж ты говоришь? Я говорю, а востоке Украина не говорит, чтобы... Было бы за***ть, и мы бы были в Европе, и все бы было чики-пуки. Я не согласен. Вот мне Соловьева скинули, так что я хрен, я не смотрел. Вот если интересно, давайте, что-то новое лепят опять, смешное, скорее всего. Трагический. Потому что так Донецк, наверное, не обстрелили никогда. А ведь терпение-то может кончиться. Да. И что, таким образом, мстите за провалы ВСУ, даст Верховичен Судышин, даст Украиночен Райх. Хватит, злодить, нюни. Хватит. Верховный Главнокомандующий еще в середине лета поставил задачу обеспечить безопасность Донецка. Мелкий рай. В середине лета Верховный Главнокомандующий, когда уже у России было около 50 тысяч трупов, сказал, мы вообще-то всерьез ничего не начинали. Было? Сказал? Слышали? Было, было, было. Проблема. Проблема, было, да. Проблема. Что еще ничего серьезного начинали. Уделить час времени и потом кидать вот эти все разговоры в паблик, знаешь, последние новости с пленными. Себя здесь же, я бы, я бы, я бы, так бы хайпанул. Украинские не имеют права на существование. Всем украинцам. Нахт. Деньшнадь, я вам. Своим хозяевам. Видите, что вам рассказывают по телевизору? Это же телевизор, это же... Я не знаю, что, ну, что должно еще произойти для того, чтобы мы действительно сделали то, что мы все так хотим. Это, кстати, беглая одесситка. Ну, вот с этим вот голосом. Нет, это сегодня, это сейчас вот скинули в канал. Да, вы знаете, смотрели. Так что тогда говорить, что плачет с нами, плачет, как мы, плачет у жена? Мстить надо за нас, а не погибших. После поминок, если вы плакаете, переживаете. Основной канал. Это боль, как бы, долгодовая силы к мчению и к ненависти. И целыми днями они рассказывают про то, что надо больше обстреливать ракетами Украины, больше. Ну, просто боятся признаться, что, если честно, ракеты-то уже, как бы, подходят. Ну, не к концу, но половины арсенала уже нет. А для своей же жопы защиты это тоже что-то надо оставить? Потому что там же эта самая НАТО не дремлет. В один момент может и зайти. Зайдет с патриотами и с этими всему. Ну, как бы, да. И может быть проблема. Кстати, это Витязь, если вы ее смотрели. У нас такой небольшой флешмоб. Мы своим пленным, ну, нам донатят там на патреоны, сбрасывают спонсорство, есть, да, люди, деньги, украинцы там. Мы запустили такой флешмоб небольшой, что вот нашим бойцам, которые берут в плен россиян или там жители ЛДНР, мы даем небольшое вознаграждение. Ну, там в среднем 400 долларов за человек. То есть, вот он взял в плен, сбрасывает нам видео, что я его взял в плен, не застрелил, все нормально, все. Дальше я не знаю, что с этим пленным. То есть, я его не себе покупаю, да, как многие там могут подумать, не в рабство, да, а просто факт того, что идет пополнение обменного фонда, потому что все, что вот я делаю, это в основном нацелено на то, чтобы вернуть наших людей домой. Ну, не говорили, две сотки я заработал, по-моему заработал. Ну, красавчик. Наш пацанер россиберцы нормальные купит хоть? Сколько нам-то заработал? Ну, 8 месяцев надо прикладывать, для шипа. Да, ну, я же не знаю, или он нам отправлял. А знаю вы, что мне приятно, да? Я так говорю, правительство. Это сумасшедшая. От злости, прочитав то, что мы собрались делать, объявила за меня награду. Как думаете, сколько? 500 баксов. 400 долларов. Тысячу долларов. О, так да и что? Так я ей пишу, говорю, слушайте, если у тебя такие расценки, то давай я тебя вместе со всем твоим аулом просто выкуплю, да и все, будете у меня батрачить, там, я не знаю, картошку сажать, копать. Ну, без проблем. Но это тупорылая, что самое главное, не поняла одной простой вещи. Я же жизни спасаю этим людям, за которых я деньги плачу. Их же застрелить могут. Ну, глазом не так моргнул, рукой не так повел и застрелить могут. И это что с нашей, что с вашей стороны при взятии в плен. Я не прав. Что я делаю? Я мотивирую наших бойцов немножечко вознаграждением небольшим, чтобы они брали в плен. По крайней мере, старались это сделать. Не рискуя своими жизнями. А эта сумасшедшая за мою голову объявляет награду. Вот в чем суть российского пропагандонства. Оно не понимает. Оно тупое. Оно берет и меня само раскручивает. А люди, которые интересуются этим вопросом, они понимают, блин, так он же жизни российским солдатам спасает. Зачем же его убивать? Ну, у меня все, наверное. Есть вопросы? Много вопросов должно быть. У меня вопрос. Давай. На ютубе видеоролик, на котором представительница Белого дома, по-моему, на конгрессе была призналась американскому. Группий мой объект с американским журналистом. Я знал о наличии американских геологических объектов на территории Украины. Я вопрос. Что, чем занимались эти объекты, если есть возможность выяснить? Берете, берете, например, Википедию. Если не доверяете Википедии, обязательно проверяйте источники, на которые она ссылается. Потому что там есть цифры, какие-то источники соответствующие. Берите любой другой источник, которому вы доверяете. И просто читайте. Просто забейте. Биолаборатории в Украине. Вы поймете, что они здесь были, а, всегда. Между словом, вы поймете, что биолаборатории, когда они есть, это хорошо. Плохо, когда их нет. Это означает, что страна не цивилизованная. Она не разрабатывает никаких защит от вирусов и так далее и тому подобное. Биолаборатория – это абсолютная норма. Я вам больше скажу. У нас на рынках биолаборатории. Прям на рынке биолаборатория. Купил помидоры, можешь зайти и проверить их на пестициды. Это биолаборатория. Это хорошо, что оно есть. Плохо, когда его нет. Так вот. С 95-го года, по-моему, ну вы уточните, когда будете читать. Я же уверен, что вы это будете делать. Это происходит в биолаборатории. У нас разрабатывают, проводят опыты и так далее и тому подобное. в сотрудничестве с американцами. У вас проблема с этим? Ну, не комары и не насекомые, которые должны атаковать Российскую Федерацию. Нет, ну давайте. Какая у вас с этим проблема? С 95-го мать-го года. Ну, как появится, возможно, не попасть. Не, ну я могу пока показать. А биолаборатория это показывали на украинских медведчуковских каналах, кстати. Я могу как-то привести и показать эти ролики, что они говорили. Лучшая строка была в том, что украинский наш президент Желенский. Украинский? Если наш, то украинский. То украинский. Да. Все дело не бакует. Он пишет, значит, в него будут обменены все военнопленные. Ни один украинский захватник не залишится урожен в Володе. Да. Я уже слышал заявление с российской стороны об этом, а мы про обмен всех на всех начали говорить уже месяца три или четыре как. Давно в общем. А ВОЗ поныне там, да? Проблема основная, в чем я вам скажу. Вы можете, конечно, в этом сомневаться. Проблема основная в том, что россияне, когда они были под Киевом, когда они были под Сумами в том же Мариуполе, в Харьковской области и так далее, они нагребли в Россию очень много несогласных с их позицией украинцев, гражданских. Не военных вообще. Их там тысячи. Их там тысячи. И вот Россия их пытается выдать в качестве военнопленных. С чем мы как бы категорически не согласны. Потому что количество именно военнопленных у нас и у них приблизительно равное. И действительно можно свободно производить обмен всех на всех. А как они? Это цифра в радиусе двух тысяч. Стоит? Да. То есть посезающие раскидывали около? Ну вам не обязательно знать все. Я вам говорю, около двух тысяч там и здесь. 150 человек. Хорошо, вам плохо. Так что там и наоборот. А? В смысле? Так от вас тоже были обмены. От вас тоже были обмены. Вот с других мест, где содержатся пленные, тоже происходят обмены. Тоже не всецело, как бы, а частями. Вообще это все зависит от той стороны, потому что они запрашивают свой список на обмен. Они. Ну нам какая разница, кого вообще выдавали? Да это неправда. Ну давайте так сказать, что типа вознеобменят. Вот половина тех, с кем я говорил, их уже здесь нет. Я аж был здесь пять месяцев назад, вообще были другие люди. Вот одного парня вспомнил. Все. Кто? Ну я же говорю, бывают разные случаи. Я не ведаю, но говорю как есть. И как бы типа обмен всех на всех, да, действительно, мы ждем, мы надеемся, что он проведется до Нового Года. А наших мирных гражданских людей и так должны отдать. Ну в чем прикол вообще? Что за штуки? Зачем они вам нужны, во-первых? Вы же из них военных не сделаете. Сколько вы там своей пропагандой не будете. Про пташку нашу, которая медик. Рассказывали, что она снайперша, и что у нее нашли винтовку, на которой 40 насечек, а убитых россиян. Это как про мальчика в трусиках. То же самое. Она медик. А другую отдали, Монова фамилия, тоже медик. Да, ее содержали в Донецке, да, в относительно нормальных условиях. Но она была беременная. Зачем вы ее держали? Она родила через три дня после обмена. Зачем вы ее там держали? Что за... Ну я серьезно, я вот здесь вот россиян. Я вообще не понимаю в этом смысле. По обменам это болезненно этим. Думаю, жесть доброй воли просто так задали беременную. О! Жест доброй. Вот это да. Вот это был бы жест доброй воли. Смотрите, я вот сидел когда, да, когда я не знаю, в подвале, да? Как говорите, женщина там, да? Ну понятно, беременность здесь не обсуждается. Женщина. Я слышал, как вот, допустим, военнослужащие, да, ЗСУ, они вообще не берут, допустим, женщин, да, медички, не медички, а не всех сразу двухсотик. Это лично я слышал как разговор. От кого? Между военнослужащими и ВСУ, они между собой говорили, что никого не берут в плен двухсотик? Та же медичка законила, которая там ногу у меня обрабатывала, она так же сказала. Она говорит, вязали в плен, но ее за двухсотик. То есть военнослужащие в Украине тоже не берут женщин? Нет, я вам могу показать, что берут. Есть видео, женщин в плен. Ну я понял, нет, я же не могу отвечать за все слова, всех сказанные, всех и везде. И вообще, когда жители вот этих вот регионов начинают акцентировать внимание на каких-то там неправильных поступках украинских военных, да, еще начинают с дещих консуровать. Я здесь не отрицаю, что такие поступки были. По-моему, я же говорю, 48 часов можем по кругу ходить. Причина и следствие. Вот миг было здесь делать россиянам с 2014 года. И в Крыму, и на Донбассе, и вообще везде. Если бы этот шизофреник полностью не сошел с ума в 2022 году, то все бы вообще уже затихло, и вообще бы ничего не было. Просто и все. А хорошие и плохие, правильные и неправильные, это люди. Ну они есть как бы везде. То есть, о чем тут говорить. Зверства в Буче вам надо показать, в Ирпине, под Изюмом. Вот это вот, чтобы вы так посмотрели, да, и оно немножко где-то может у кого-то. Потому что, если честно, вчера я провел 5 интервью, а до этого еще там, ну, допустим, там около 500, да. Все рассказывают все, но мало кто искренне скажет, слушайте, украинцы, извините вообще что ли. Извините просто. Я понимаю, жители Луганска и Донецка этого делать не будут, потому что они считают, что перед ними тоже должны извиняться. И где-то в этом есть какой-то смысл. Но россиянин, который приехал стрелять из танка по украинскому городу и реально в этом признается, он мог бы сказать в конце видео, просто извините. Потому что, ну, это неправильные действия. Нет, такого нет. Но мы этого и не ждем от них. Мы не ждем, что у них проснется совесть. Это бесполезно. Но если люди, если есть целый народ, 140 миллионов человек, которые не думают о себе, не думают о себе каждый, да, о какой совести можно говорить? Я каждого из них спрашиваю, что ты сюда пришел? Я не знаю. Еще раз бы пришел? Нет. Почему? Потому что я все понял. Тяжело было понять перед этим? Да нет, там иногда даже есть, вот я не знаю, они искренне это говорят или нет, вот этот. Был здесь кто? Илью Черноуса, этот москвич сукой он был, да? Черноуса. Черноуса. Его обменяли. Раша туда уже показывала. Говорят, какие планы. Там журналисты спрашивают. Он говорит, восстановлюсь. Буду думать, как помогать фронту. Не-не-не, видео про переобувание у нас есть абсолютно четко. То есть, что они говорили у нас, что они приехали и говорили там. Но главное, что врут они, опять-таки, настолько нелепо, что разоблачается эта ложь вот так вот, просто элементарно. Потому что выходит человек, который улыбается, видимо, он понимает, что настолько вот этот, ну, настолько смешно ему самому врать про бетон, да, что он просто улыбается. Да, он улыбался тоже. Да, говорит, не кормили, держали только на воде. Я беру его видео, где его берут в плен, этого же человека. И ставлю перед этим видео, потом это, потом снова то, потом снова это. И у него лицо же как бы в половину меньше, когда его берут в плен, чем когда после плена он рассказывает, что его не кормили. Так в какой момент его не кормили? И очень странно не кормили. А, нет, понятно, что их заставляют так сказать. Я сейчас договорю, вы поймете. И врут о том, что мы им давали позвонить один раз чисто для картинки. Ложь, потому что у нас, у меня в телефоне все переписки с их женами, с их родственниками, голосовые сообщения, несколько звонков. Мне пришлось это все поопубликовать. Опять. Ну, вот я вроде как не должен, потому что я им давал по-хорошему, просто свяжитесь, что там с обменом там, да, поинтересовались. Они наврали о том, что им давали один раз для картинки. Они же по мне бьют. Они же меня представляют, что я вот такая вот сволочь, взяла и один раз для картинки им показала. Нет, ни хрена, я публикую все переписки, все их голосовые сообщения. Жрите. Ну, тут, короче, вот вся ложь разоблачается элементарно. Этот ролик у меня тоже есть. При желании посмотрите.